Всем привет, свой Дмитрий Гриценко и в этом видео я хочу разобрать партию, которую я сыграл недавно на сайте chescom. Эта партия, нельзя сказать, что сильно какая-то хорошая и интересная, но мне она как минимум понравилась тем, что я смог сделать ничью против сильного соперника. Соперник рейтинг 2850 на сайте chescom. Кстати, у него ник Vincent Zenkitz, я не знаю кто это, я посмотрел специально в гугле. И не нашел такого шахматиста, не знаю кто это такой, но у меня с ним был счет 0-4, мы с ним играем несколько партий, ну и пятую партию я все-таки смог сделать ничью. Здесь я честно признаюсь, практически с первого хода я играл максимально плотно и надежно, решил попробовать хотя бы не проиграть пятую партию подряд, ну и мне это удалось сделать, давайте эту партию разберем. Итак, здесь у нас была скандинавская защита, причем он играл уже не первый раз со мной этот вариант, он ходил ферзь e6, ну ход далеко не самый сильный, хотя в принципе безусловно так тоже иногда играют. Понятно, что ферзь e6 в принципе не проигрывает сразу за черных, естественно. Ну и тут, конечно же, главный ход это стон d2, я с ним так раньше и играл, но решил, ладно, попробую поиграть с дименшпель, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно же, после хода ферзи e2 у белых нет перевеса, оценка сразу же становится 0, но тем не менее, зато мы по крайней мере, опять же таки, фактически заставляем черных менять ферзей в том или ином варианте. Ну что ж, далее здесь опять же таки были разные возможные варианты, вот я видел, что у него есть ход, кстати, конь b4, ну на конь b4 у меня есть размен на d7 пока и затем конь e1. Конечно же, важно пешку он с 2 защитить, иначе позиция белых будет плохая, поскольку мы в эндшпеле, то каждая пешка уже практически на вес золота. Ну что ж, далее было e6, прогоняю коня, далее конь d5 меняемся на поле d5 и конь f3 возвращаю коня назад на его самое сильное поле. Ну что ж, далее было слон d6, d3, ладья идет на поле e8, слон d2, пора развивать уже ферзь и фланг тоже. Ладья е2 и ладья е1, то есть, как я и говорил, я в этой партии играл очень плотно, и мы увидим далее, что это, в общем-то, всю дорогу меня в Астуте преследовало, но с другой стороны, за счет такой прочной игры удалось как раз таки наконец-то выйти из черной серии. Ну и причем важно понимать, что когда ты проигрываешь кучу партий подряд уже, ну не то чтобы тильт наступает, но, безусловно, каждый раз все тяжелее и тяжелее играть, особенно когда соперник и так сильнее тебя, ну и к тому же ты еще и несколько партий до этого ему успешно слил. Вот, но здесь я меняюсь на поле e2 или на поле e1 там по ситуации, смотря как соперник захочет, он, кстати, сыграл ладья е7 и совсем понятный ход. Вот, далее, тут действительно считаю, что ладья е1 не самый лучший ход, можно было сыграть слон g5, компьютер такой ход предлагает сделать, вот, и говорит, что после хода слон g5 у белых даже чуть получше, то есть, в принципе, в вариантах компьютер даже просто отдает слона на f6 спокойно, и получится похоже на то, что у нас в партии, только при плохой структуре черных. Да, черные, конечно же, могут сыграть там как-нибудь типа слон g5, что компьютер и предлагает, но тогда, опять же, все равно мы можем поменяться, давайте этот вариант покажу, поменяться вначале здесь, потом поменяться на f6, ну и структура, конечно же, у черных тут похуже. Хотя, объективно говоря, после ладья е1 все равно это ничейная позиция, то есть, черные не обязаны бить на е1, там могут сыграть, условно говоря, там по 5, ну, любой ход сделать, королем подойти вперед, то есть, в принципе, все равно эта позиция ничейная, вот, ну, по крайней мере, здесь шансы на победу у белых определенные возникают, понятно, что размен ладья, если будет при сдвоенных пешках черных, то в пешечной мэн шпили черные могут и проиграть. Ну, в общем, это мой был практически единственный шанс получить минимальный хотя бы перевес, но я сыграл, опять же, максимально примитивно, ладья е1, после чего уже перевеса такого нет, вот, но все равно интересно было проверить, что будет в окончании слона против коня, это, опять же, таки, вечный вопрос, что лучше, слон или конь, многие считают, что слон все-таки сильнее, в лице, наоборот, есть мнение, что конь сильнее слона, потому что в лице конь часто ставят вилки, соперники их зевают из-за малого времени, в принципе, безусловно, это зависит, слон сильнее или конь, от того, какая у нас позиция, открытая либо закрытая, то есть, в открытой позиции слон, безусловно, сильнее, причем бывает намного сильнее коня, в закрытой позиции, наоборот, бывает намного сильнее конь. У нас позиция, скажем так, гибридная, она полузакрытая или полуоткрытая, и так можно сказать. В общем, здесь и конь, и слон примерно равны по силе, но все-таки слон минимально лучше, поскольку вскрыть позицию черные могут, а вот закрыть ее полностью белым будет не так легко. В общем, поэтому здесь размен такой все-таки чуть-чуть в пользу черных, но опять же таки, по сути, все равно остается примерно равной. Здесь такой интересный момент, что я на самом деле вначале зевнул, а потом понял, что удачно зевнул пешку на h2, но была известная партия, где Фишер слон h2 сыграл и остался без фигуры. Здесь слон h2 приведет к похожим итогам для черных, дело все в том, что мы, конечно же, играем g3, закрываем дорожку со слоном и не успевают черные сыграть h5 и h4, то есть мы играем король g2 обязательно, ну и естественно, что теперь на h4 просто съедаем слона. В общем, тут так или иначе фигура теряется, но слон g3 сразу, конечно же, самый сильный будет, но тогда мы съедаем, и пешкой королем можно, но в любом случае здесь у нас конь за две пешки, в общем, перевес на стороне белых. То есть в этой позиции еще, безусловно, нужно проявить точность, но белые вряд ли ее проиграют с лишней фигурой. В общем, удачный оказался зевок, после какой-нибудь h2 бить на h2 все-таки черным плохо, он сыграл король на поле e6, ну и тут я все-таки g3 уже сделал ход, пора уже убирать пешку из подбоя, теперь пешка h2 не висит. Далее последовало слон g7, но тут огромный был выбор, все-таки позиция довольно вариативная. Далее король d2, веду короля вперед. Ну вот тут я вначале убрал коня, в принципе, у меня был какой план? На самом деле у меня был план сыграть f3, и так и надо было играть, компьютер пишет, что после f3 у белых никаких проблем нет, ну то есть в принципе после конь d2 тоже, наверное, возможно ничья, но f3 намного точнее, то есть мы хотим испортить черную структуру. Если же не защищают пешку на поле g4, ну самое логичное там f5 либо h5, допустим f5, вот, то тогда опять же таки мы можем сыграть по-разному, ну вот ком предлагает просто король f2, и как бы грубо говоря стоит на месте, и непонятно как выигрывать эту позицию за черных. Да, и плюс ко всему, конечно же, у нас есть идея конь d2 при уходе слона, но также есть план король на g2 и h3, то есть еще меньше число пешек, чем меньше пешек, тем проще будет делать ничью нам. Вот, но я сыграл здесь вместо f3 конь d2, ну идея была какая, пешка ушла с поля d5, и конь направляется вперед на c4 либо на e4, но понятно, что проблема этого плана в том, что у черных есть размен, я вот пытался оценить последствия размена, и все-таки мне казалось, что эта позиция ничейная. Но, тем не менее, безусловно, здесь тоже, как и раньше, только черные претендуют на победу, потому что у них более активный король, и дальше подвинуты пешки, в общем, белые могут тут делать ничью, но им нужно играть очень внимательно. Тут важно также то, что прорваться на королевском фланге черные не могут, мы просто стоим и удерживаем пешку g3, вот, то есть даже если представить, что черные отодвигают пешки до f4 и до h4, мы просто стоим на месте, не бьем ни там, ни там, и удерживаем тут структуру. То есть прорваться черные могут только на ферзьевом фланге, на королевском это невозможно сделать при правильной игре белых. Вот, ну и давайте смотреть, как он тут пытался выиграть. То есть я считаю, что эта позиция ничейная, понятно, что мы это не можем посмотреть по тормиться анонимово, слишком много тут фигур осталось, но оценка примерно минус 1, то есть я думаю, что все-таки это ничья. Тут тоже, допустим, некоторые моменты, понятно, что оценка движка, она на малой глубине не самая точная, но вот я не понимаю, почему, допустим, король c1 считается зевок, то есть у меня король все равно должен стоять, я считаю, что возле ферзевого фланга, на королевском фланге делать ему нечего, ну и я шел на поле b2, почему ход король c1 ошибка, даже зевок, мне непонятно, то есть я не нашел здесь четкого выигрыша за черных, то есть непонятно, почему, допустим, король c1 сильнее. Ну, пропустим этот момент, здесь мы побегали туда-сюда, он все-таки провел f4, ну и я, естественно, не двигал тут пешки, стою королем на месте, вот, то есть я не допускаю короля черного вперед, и здесь мы видим, что пешки контролируют поля прохода, то есть пешки d3 и g3 не пускают его на королевский фланг, но вот на ферзию фланг черные, конечно же, могут попытаться пройти, и он мог это и должен был, по идее, это делать, но в итоге он не прорвался, даже не пытался прорваться, то есть, допустим, был план где-то a6 b5 сыграть, ну, позиция, возможно, и там ничейная, но стоило так попробовать, он же сыграл a5, ну и вот после a5, я так думаю, что это просто уже крепость, в этой позиции прорваться уже черные не могут. a6 b5 я тоже немножко смотрел с компьютером, ну, наверное, это самый логичный план, здесь белые просто стоят на месте, двигать пешки тут нельзя, черные b5 играют рано или поздно, мы можем поменяться, ну и вот тоже вопрос интересный, выиграна эта позиция или нет, то есть можно продолжать стоять дальше на месте, есть интересный еще ход b4, а есть также и план с ходом c3, ну, то есть b4, давайте покажу, в чем тут суть, черным, по идее, нужно бить, да, то есть всякие, по крайней мере, самые логичные, просто этот вариант, по крайней мере, посмотрим, вот, ну и тут мы продолжаем маневрировать, то есть играем пока король b3, ну, пешка висит, король c5 ход, строго единственный, и возвращаемся королем назад, ну и вот это похоже на ничью, честно говоря, потому что непонятно, как выигрывать черным, да, у них лишняя пешка, но, опять же таки, невозможно здесь никак пойти вперед, ну, то есть как только король пойдет назад на поле b6, здесь, кстати, тоже можно поиграть в кошки-мышки, даже не просто можно, а даже нужно это сделать, если играть не король b3, а король a2, покажу, почему проигрывает ход король b3, вот дело в том, что на король b3 как раз таки уже черный король прорывается, вот тут уже точно в черных выиграно, потому что король прошел на поле a4, нам нельзя это было допускать, и здесь черные уже сами могут скинуть пешку, то есть это самое простое, вот, ну и здесь у нас в конце получается, в этой позиции, проблема белых в том, что у черных есть еще пешка h, если бы пешка стояла бы, допустим, на поле h5 уже сейчас, то была бы ничья, но здесь пешка на h6, и после h5 у белых тукс ванг, и все, позиция проигрывается, то есть мы, если уходим король a2, король c3, черные прорываются королем, ну и наоборот на король c2, король a3, дальше пешка теряется, и черные выигрывают, вот, поэтому тоже точность тут нужна была бы в этом варианте, но тем не менее, вот здесь, если мы все-таки сыграем вместо король b3, король a2, то черные не могут выиграть, потому что теперь если король a5 пойти, то мы уже играем в этой позиции король b3, то есть получается все то же самое, но у черных не будет запасного темпа, то есть мы играем король b2, далее король a4, единственный нормальный план, и далее b3, опять же, другого тут у черных нет, если они хотят играть на победу, но в этой позиции, опять же, проблема черных в том, что у них нет очереди, придать очередь хода возможности, то есть все ходы пешками, ну как единственный ход пешкой h4, это зевок пешки, h4 проигрывает, то есть надо идти королем куда-нибудь на a5, либо c5, вот, и здесь мы на любой из этих ходов можем пойти король a3, то есть играем король a3, тут уже нужно черным играть аккуратно, король b6, либо король c6, но все равно получается ничья на любой из этих ходов, то есть допустим король b6, вот, ну и самое простое, конечно, сыграть тут b4, отфиксировать ничью сразу, вот, ну можно было король b4 пойти тоже, тоже был такой вариант, вот, то есть король b4, ну и тут, опять же, как я и говорил, уже черным нужно играть аккуратно, то есть тут уже только черные могут проиграть, хотя вот, например, в этой позиции, да, вот мы видим, что король a3 уже за белых единственный ход, но в любом случае, опять же, если белые хотят сделать ничью, у них всегда есть ход b4, допустим, здесь там просто b4 играем, закрываем структуру, ну тут b4 единственный ход, но он легко находится, и дальше просто стоим на месте, и получается ничья, ну в общем a6 был способ у него обострить игру, и надо было играть a6 и b5 сопернику, да, безусловно, здесь, в принципе, все это находимо, и время у меня в целом оставалось еще полторы минуты, но тем не менее, по крайней мере, такой вариант ставил проблемы перед белыми, и как видите, в данном первичном эншпиле все было еще не так просто, ну а так как он сыграл, он просто повторял ходы, то есть в партии он, ну вот, во-первых, сыграл a5, то, что я говорил, да, то есть после a5 уже план a6 b5 не работает, ну и далее просто мы начали бегать королями, и получилась ничья, тут уже последние 10 ходов неинтересные, то есть тут уже все это не особо кому-то нужно, но в целом первичный эншпиль довольно любопытный, как видите, я сыграл в таком отсушливом стиле, не сильно люблю так играть, вот, но хотел выйти с негативной серии, ну и иногда даже такие варианты тоже хороши, потому что действительно, когда проигрываешь много партий, поряд одному и тому же человеку, даже ничья тоже не худший вариант, особенно учитывая, что в общем-то здесь по дебюту я уже изначально получил равную позицию, да, и просто старался удержать данный паритет. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok